Добрый день, уважаемые трейдеры и инвесторы! Сегодня 19 декабря, вторник. Представляю вашему вниманию очередной обзор рынка Форекс по основным торговым инструментам. Итак, напоминаю, друзья мои, сегодня у нас, несмотря на то, что вторник, такое бывает, эта неделя, друзья мои, короткая. Она короткая, потому что в пятницу, 20 декабря, в буржуазно-капиталистических, по некоторым данным, развитых странах, таких как Новой Зеландии, Великобритании и опять в Новой Зеландии, кстати, тоже на Рождество, такие вот странные люди отмечают Рождество раньше, чем Новый год. И, скорее всего, нам может быть и нет, в пятницу будет пониженная волатильность. Кто такое знает, что такое волатильность, напишите обязательно внизу в комментариях. Итак, сегодня, сегодня 19 декабря, я специально, специально встал в час дня пораньше для того, чтобы отфильтровать вам новости, новости по важности в 3 БК, либо в 3 Звезды, друзья мои. Итак, сегодня трехзвездных новостей по американскому доллару нет. Сегодня инфляция в еврозоне, которая никому не интересна. А вот завтра у нас кучка американских новостей по важности важных, важных. Ну, это как минимум индекс доверия потребителей, продажи на вторичном рынке жилья в Соединенных, по некоторым данным, еще в Штатах Америки. Но до среды, как говорится, еще далеко. Давайте посмотрим, что можно поторговать сегодня на графиках. Поехали. Итак, друзья мои, перед вами котировки золота, которые болтаются после гигантской растяжки, которая произошла у нас 13 декабря на фомках. На фомках поставки, ставку не изменили, но настращали 3 дунишек тем, что больше подымать не будут. Соответственно, золото болтается в небольшом диапазоне, отрабатывает небольшие сломы. Вот сейчас стоит между двумя сломами. Здесь, если мы... Давайте, кстати, с неделек. Мы с вами не посмотрели недельки, а, кстати, и посмотрели на прошлом обзоре. Очень интересная комбинация свечулек, японских свечулек. Кто верит в свечные конструкции, поставьте лайк под этим видео. У нас очень мощная свеча поглощения, неплохая. И прошлая неделя у нас откупка не очень большая, но она еще вписывается в рамках убычьей тенденции. Поэтому все, что сейчас будет происходить, это будет довольно сложная, сложная комбинация для того, чтобы здесь заработать бабосиков. Я не удивлюсь, что пин-бар прошлой недели будет таким опорным для дальнейшего роста. С точки зрения каких-то таймфреймов меньшего порядка, тоже пока ничего такого любопытного нет. Стопов полно внизу, инструмент может рухнуть. Я напоминаю, я за падение голды 1800. Почему? Потому что все за рост, но я не такой, как пел запрещенный в некоторых местах. Семен. Поэтому пока я вижу то, что слом шортовый пока держится. Вот этот большой, аж четвертый. И те, кто жаждет вшортить голду в этой зоне, в принципе, могут еще рассчитывать на какие-то движения. Ну, как минимум на обновление вот этого минимума. Но ваш шортовый запал должен закончиться на переписывании вершины прошлой недели, под которой, друзья мои, фомочки просто так не уходят. В принципе, здесь пока ничего любопытного. Пока шортовый слом держится, наблюдаем. Переходим к евро-доллару, который пошел в отработку нашей лонговой такой идеи. Напоминаю, что большой, ну как большой, такой немаленький, немаленький план на рост голды, вернее евро у нас на чуть дальше, чем 1000 пунктов на отработку вот этой двойной вершины. Может и из лоток тоже пойти, но я против корреляции. Значит, что двойная вершина между недельками, если мы поставим недельный таймфрейм, то увидим эти два хвоста. Такое редко прощается. Я думаю, что это должно быть переписано, опять же, в рамках вот этой всей обычной тенденции, которая замешана на слабости американского доллара. Значит, что касается первых сопротивлений, то есть те, кто вчера покупал с нами от слома, находятся в плюсе относительно рисков в 170, у вас сегодня был плюс, ну почти 400, почти 400, 2 к 1, то есть 1 миллион поставили, 2 забрали. Ну, как обычно вы это делаете на своих центовых счетах. Что из не очень хорошего для покупателей? Мы, друзья, мы героически воткнулись в первое сопротивление, и Еврик заживал, заживал здесь свою кассету. Кстати, кто помнит, как это происходило, обязательно напишите под этим видео. Но это не единственное сопротивление, которое нас ожидает. Впереди еще есть слом, который проходил у нас 15 декабря, и это тоже интересная зона коррекции. Что я хочу увидеть? Я хочу увидеть море, солнце и песок. А также хочу увидеть тесты, тесты пробитых некогда уровней, друзья мои, некогда уровней, вот по такой вот схеме. И это было бы великолепно, великолепно вот в такой вот, вот в такой структуре, и мы бы увидели хороший профит, а для кого-то и профит. Напоминаю, что мы охотимся, а кто-то просто подтормаживает за котировочкой 1.10.170. В принципе, мой трек по математике, я думаю, вы уже понимаете, был не зря. Переходим к фунт-доллару. Фунт-доллар тоже удержал свой лонговый слом, я его указывал своим электронным перстом для вас. Вот, и здесь, в отличие от еврика, первая остановка в коммуне будет на сопротивлении, которое было обозначено сломом 15 декабря. Того же, друзья мои, 15 новостного декабря. Здесь ничего любопытного нет. Дойдем и обязательно здесь скорректосимся. Можете заработать на этом пару центов. Переходим к паре Ауди-доллар американский. Такая существует, друзья мои, и я последние несколько месяцев ванговал за лонги по этому инструменту, потому что гладиолус, как говорят, уральские пельмени, либо площадка, как говорят аналитики, как говорит уникальная аналитика Instaforex на уровне 0.69, 0.69, который оставили добродушные маркетмейкеры для того, чтобы нерадивые шартовые тройдунята здесь накидали своих стопиков. И я надеюсь, что это все отработает в лонги, и вы станете богаче на пару долларов. Переходим к доллару, канадцу, друзья мои. Слабость американского доллара загнала этот инструмент вниз. Мне очень хотелось его продать. Я указывал на площадку, сложного пробоя которого хотел зацепиться в шорты, но зацепил только шорты и в принципе больше ничего. Напоминаю, что инструмент упал, переписал здесь важные экстремумы. Это не очень very well для тех, кто очень хотел бы поохотиться за этой площадкой. Сразу сходу ее сбили, и это прям плохо. Упали мы в лонговый слом. Отсюда может пройти лонговая коррекция. Она может произойти не только на возможные силушки американского доллара, но и на, допустим, слабости канадского доллара, который подвязан под нефть. Если жижа будет падать, то доллар канадец может подрасти просто на, скажем так, уменьшение канадского бюджета нефтедолларами. В принципе, что? Сейчас небольшой лонговый сломчик присутствует, но далеко не самый идеальный техничный инструмент для сломов. Но в любом случае присмотритесь. Что касается доллар-иена. Доллар-иена пошла гулять своими семимильными шагами. Обратите внимание, какая у нее любопытная волатильность. 5 тысяч туда, потом 5 тысяч сюда, 5 тысяч туда. Назовем этот инструмент ИЕ на 5 тысяч. Это будет новая кличка. Для этого инструмента гуляет как хочет. Я понимаю, что здесь бешенство Банка Японии тоже может присутствовать. Но с точки зрения охоты за стопом ничего пока любопытного не вижу и не сигналю по этому инструменту. Переходим к жижи, друзья мои. Жижи. Сегодня в нашем телеграм-чате, ссылка на который находится под этим видео, ребята скидывали какие-то новости по каким-то еменским хуситам, муситам. Я вообще думал, что это такие лемуры из мультика Мадагаскар. Но оказывается нет. Это какие-то злые дядьки. Соответственно, если видят какие-то новости, что куда-то кого-то какие-то танкеры не пускают, все резко начинают покупать нефть. Любопытно на самом деле наблюдать на основе одного чата, в котором сидит 600-700 человек, как на самом деле реагирует толпа на какие-то новости и что они при этом делают. Я, собственно, знаете, как в лаборатории наблюдаю за подобными трыдунятами, как они думают, коллективным разумом. Это прикольно, конечно. Но суть в чем? Суть в том, что все почему-то думают, что у них должна срочно стоить дорого. Я тоже думаю, что 72 доллара за баррель американской нефти это маловато. Но для того, чтобы рисковать своими бабосиками, я думаю, что в данном конкретном случае, ну, скажем, не очень рентабельная ситуация. Я сторонник работы от рисков. От рисков. Вроде как бы банальная фраза, но я в первую очередь думаю, куда бы поставить стопа. Если я не вижу или не понимаю, что это место какое-то уникальное и уже всех сбросили там и так далее, то я не буду просто лезть. Какие бы сказки нам не рассказывали различные аналитики. А уж поверьте моему опыту, они могут это сделать. Поэтому пожиже пока тишина. Единственное, что хотелось бы увидеть, это вынос котировки 6158. Вы скажете, что я шумасшедший и правильно сделаете. Но я такой. Переходим к биткоину, друзья мои. Биткоин. Давайте кинем чистенький шаблончик. Подрастает. Подрастает. Вчера кинул очень любопытный лонговый бар, который прям многих шартунов опечалил. Ну и опять с другой стороны оставил здесь тоже площадочку. Тоже площадочку. Я думаю, тоже должны вынести вопрос. Вопрос только когда. Когда это может произойти. Один из шартовых сломов уже был оттестирован. Вот в этой зоне у нас плюс. Можно по-разному начертить. Вот я сторонник работы с такими коренными. Очень странно, что не пробили вот эти лая. Опять всем дали купить. Это происходит уже вторую неделю подряд. Очень странно. Очень странно. Но возможно, в отличие от валютного рынка, именно на крипте ценообразование возможно по-другому. Потому что рынок по большому счету молодой. Только наблюдаю за ним. Но вот такое вот. И вот такое как такое оставляют. Я не понимаю. Возможно, этот инструмент, вы знаете, он не спекулятивный. Он такой, вы знаете, а что-то ближе к индексам. Где люди просто тарятся, тарятся и держат. И все им пофигом на эти все сбросы. Возможно, я ошибаюсь. Напишите в комментариях, что вы об этом думаете. Так, переходим к индексам. Все в космосах, друзья мои. Везде тузимуны. Все попереписывала. Тут все, что только можно. Даксы, стоксы. Все-все переписалось. Площадки внизу остались. Напоминаю, впереди рождественские каникулы. И на этих каникулах трейдунята, а то и даже инвестора могут подфиксить свои профиты. Гигантские, естественно, профиты. И отдыхать на зимних каникулах с бабосами в трейдерских кармашках. И вот на этих фиксах может здорово просадиться фонда. И это было бы любопытно. Понаблюдаем, как это может произойти. Газик, друзья мои. Газик продолжает валить 2,4. 2,4. Для кого-то это мало. Но если кто-то торговал газом по 7, по 8, а то и по 9, для них 2,4 как бы немного. Но я как бы привык к ценничкам поменьше. И мне бы хотелось купить ниже 2, а лучше набрать сеточку. Доллар-франк. Начиная с этого инструмента и дальше нас интересует сеточный метод торговли. Контр-трендовые, друзья мои. Но с большими шагами и небольшими объемами. Итак, этот инструмент меня интересует в ланге. Сетка лимитных покупок ниже лоу текущего года. С шагом не менее 500 пунктов по пятому знаку. У канадца франка та же самая история. Ниже минимума текущего даже месяца. Канадец иена. Ну, это я смотрю, опять иена начинает дерзить. Иена слабеет. Иена слабеет. Но площадку оставила здесь, мама не горюй. Она будет по-любому сдута. Просто сдута. Поэтому присмотритесь. Здесь может быть хороший вынос. Если дадут перехай, можно подкинуть шортов сеточкой. Шаг 1000. И даже держать до этой площадки можно просто неприлично, друзья мои, обогатиться. Итак, франк иена. Та же самая история. Обратите внимание, франк иена тестирует шортовый слом. Внизу масса денег. Это, в принципе, по всем инструментам, где есть иена. И это завораживает, дорогие мои, тройдунишки. Аудикат, бычет. И здесь у нас два плана. План опасный набор шортов выше июньского хая. Шаг 500. Либо безопасный набор выше декабря 2022 года. Шаг тот же 500. Новозеландец, франк, спит в своем диапазоне. Не трогаем его, пока не зайдет за зону наших магических синих прямоугольников. Австралийц, новозеландец, продолжает тормозить в своем канале уже целый год практически. Полгода, да? На ноябре, с ноября. А, год. Он год стоит в канале с диапазоном в 6000 пунктов. Невероятно. И смотрите, канал все сужается, сужается. Я этого австралийского паразита знаю. У него есть такая особенность. Вот он стоит, стоит, стоит. Вот так. Потом как запилит. И тогда уже от краев его можно набирать. Вот надо ждать, когда он запилит по краям. И мы переносим свои лимитные хотелочки слева направо. Так, переходим к большим красам. Еврокарик, друзья мои. Я не люблю технический анализ на красах. Но вот что-то мне подсказывает, что это будет трехволновка. То есть, падали-падали, вышли, откат. И впереди куча стопов 2021-2022 года. Есть такие банковские трейдеры, которые могут такое себе позволить. И вот эта трешка, она может закрыться вверх. Если не зацепитесь в ланги, то сетка шартов должна быть выше вершины 2022-2023 года. Здесь прям плита, ее могут вынести. Прям можно даже сетку поставить выше пробоя на возможную тысячу пунктов. И шаг здесь должен быть тысяча, потому что это еврокат, инструмент залетный. Еврофранк продолжает давить на лоя текущего года. После обновления лоу даже текущего месяца, можно раскидывать сетку лимитных покупок. Шаг не менее тысячи, инструмент тоже залетный. Евроауди решил больше не испытывать ланговую судьбу. Начал подваливать. И соответственно ниже июня 2023 года можно подлавливать его в ланги, если он сюда долетит. А давайте посмотрим ответы на вопросы на YouTube канале по вчерашнему видео. 8 комментариев, поехали. Благодарю за ясный ответ на счет учителя Сенсея Грааля. Всем удачи, меня зовут Зафар. Зафар. Красивое имя. Да, у вашего учителя Грааля есть Грааль, поверьте мне. Так, объясните. Говорит мне Гарри Трейд. Для начинающих труднят. Вы разбираете не все валютные пары. Значит ли это, что они не актуальны сейчас или вообще навсегда? Гарри, Гарри. Смотрите, Гарри, дело в том, что я аналитик крайне необычный. И мне от этого, кстати, не очень радостно. Вот я проповедую два вида анализа. Первый это охота за стопами price action на основе импульсного метода торговли, скажем так. Сам с трудом это все выговариваю, но, грубо говоря, это импульсный метод торговли. Я его использую в основном на мажорах. Так уж складывается в Forex судьба, что сейчас мажоры перестали иметь какие-то свои тренды, которые были 5-10 лет назад. Когда у фунта были свои тренды, там доллар к доллару, у евро свои и так далее. Сейчас все идет за баксом, понимаете. Просто все мажоры стали индексом доллара, только либо прямым, либо перевернутым. И разбирать каждый мажор отдельно, ну, нет смысла. С другой стороны, среди мажоров есть очень техничные, на мой сугубо некомпетентный взгляд, инструменты. Такие, как евро-доллар, которые очень техничные, на мой взгляд, в рамках моей торговой стратегии, охоты за стопами и отрабатывают довольно неплохо. Есть очень нетехничные мажоры. Такие, как и вот я считаю, что доллар-канадец очень нетехничный товарищ. Вторая торговая стратегия, которая у меня идет по обзору, если смотреть по порядку, по хронологии, это сеточный метод торговли. Его я применяю исключительно на красах. Красы тоже бывают разные. Есть красы короткоходные. Ну, к примеру, там, в течение года он не вылазит за 10 тысяч пунктов по пятому знаку. Есть краса длинноходные, такие там, как иена или там еврокат, который может там и 20 тысяч пунктов пройти и 30 за год. Соответственно, я их считаю опасными и там очень редко там по ним сигналили, либо сигналили с какими-то большими шагами. Ну, вот примерно так. То есть, два торговых метода под разные виды инструментов. И, естественно, я не все их разбираю. Даже вот в красы я не включаю инструмент с фунтом, потому что это очень опасно, максимально опасный инструмент с гигантской волатильностью. Я знаю, что как бы я не предупреждал, три дунят, они все равно влезут в эти инструменты с гигантскими объемами, с маленькими шагами. И посливают все, и потом будет меня проклинать. Поэтому я стараюсь что-то безопасное такое давать. Если вам интересны какие-то инструменты, которые не озвучиваю, просто пишите мне об этом. Вот, и я, если не забуду, вам буду подсказывать. Так, да, золотые шорты или шорты не загораем. Толпа думает, что рынок это выдержки исправил, куда должно все ходить. Ну, смотрите, Alvin Good. Дело в том, что мы сейчас заходим с вами в новогодний шторм на валютном рынке, который, как правило, появляется неожиданно двумя волнами. Один где-то перед Новым Годом, другой после Нового Года. Но большую часть этого времени идут флота. Довольно узкого диапазона. И в этих флотах многие управляющие, либо трейдеры будут пытаться, будут пытаться вот компенсировать все свои косяки, перекрыть за год. Естественно, будут какие-то нелогичные большие движения, где, возможно, и крупные банки, а то и маркетмейкеры будут там либо фиксировать убытки, либо наоборот там что-то мутить. И движения могут быть нелогичными. Каждый год я наблюдаю эту картину. Последние две недели перед Новым Годом самые опасные в плане трейдинга. И очень много трейдеров полегло именно вот в этот маленький период. Снизьте объемы там в 2-3 раза и оторвитесь от экранов монитора, потому что это самое опасное время в году. Так, в шорт по золоту стоп 2-500, вернее, 2-50. Ну, давайте посмотрим. Голда. 2-0-50. 2-0-50. Ну, здесь, ну, 50, я не знаю, ну, в принципе, да. То есть, смотрите, если вы верите, что вот эта инициатива шортовая уже поломала все, что только можно, к примеру, да, вы верите, что это шортовая инициатива, это откат, вы натягиваете расширение покойного Антонио Фибоначчи и видите, что мы торчим между 61-50. Здесь есть слом. Если вы верите, что должна пойти трешка, вы должны пытаться в нее вставать. Технические возможности у вас для этого могут быть только на сломах и все. Либо вы тупо продаете от полтоса, если вам даются, дают такие деньги, да, либо раскидываете сетку между 61-м полтосом, стоп, соответственно, за все хая, тейк за все лая. Либо внутри предполагаемого диапазона отката вы выискиваете сломы и пытаетесь по ним заходить и все. Только рассчитывайте рентабельность, чтобы у вас профит был больше, нежели стоп-лосик. Отличный обзор, спасибо, неплохо подстригли, с ней сразу отреагировало. Вот, вот, вот. На этом на сегодня у меня все. Понравилось видео, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи завтра утром на очередном обзоре рынка Форекс. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok